Огонь прекращают так называемые добровольческие батальоны, считают руководство Донецкой Республики и называют причину. Киев не контролирует эти формирования, они подчиняются только своим командирам, которые отдают приказы по телефону. Ополченцам удалось перехватить несколько подобных разговоров, после которых каждый раз начинались обстрелы. Об этом сообщил замначальника штаба вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин. За сутки украинская артиллерия произвела 49 обстрелов различной интенсивности наших населенных пунктов и позиций из реактивных и ствольной артиллерии. Хаотичность этих обстрелов во времени и в целях глубине нашей республики, а также данные радиоперехватов нашей разведки при фронтовой зоне, свидетельствуются об отсутствии управляемости подразделений украинских силовиков со стороны Киева. Прежде всего это касается так называемых добровольческих батальонов. Айдар, Азов, Донбасс, Кривбас и других, фактически вышедших из-под контроля Генштаба Украины и открывающих артиллерийский огонь по территории ДНР по звонкам с мобильных телефонов своих так называемых комбатов в Киеве. За минувшие сутки мы перехватили два подобных телефонных звонка с киевских мобильных телефонов, после которых начали обстрелы Докучаевска и Логвинова. В отличие от войсковых подразделений украинских силовиков, никакого режима прекращения огня и тем более подготовки к отводу тяжелых вооружений от линии соприкосновения среди карательных батальонов мы не видим. Кроме того, Эдуард Басурин рассказал о новой провокации силовиков. Ее целью, считает он, были наблюдатели ОБСЕ. На отрезке трассы из Логвинова до Луганского сегодня ночью около 4 утра украинскими силовиками было произведено дистанционное минирование участка дороги и перелегающей территории на 4 километра выше Логвинова. Из-за непрекращающихся обстрелов мы пока не имеем возможности провести там инженерную разведку и гарантировать безопасность трассы. При этом с утра мы услышали много заявлений из Киева о якобы нашем отказе пропустить по этой дороге и в Дебальцево наблюдателями СИОБСЕ. Мы не можем расценивать подобные действия Киева, иначе как спланированную провокацию против представителей авторитета международной организации с целью дальнейшего обвинения в адрес ДНР в срыве минских доваренностей. До тех пор, пока украинские войска не прекратят обстрелы населённых пунктов и дорог вокруг Дебальцево, никто не может гарантировать безопасность работы наблюдателя в СИОБСЕ в этом районе.